Ребята, там все закрыто. Супруг спит. Завтра ему дорогу дальнюю. Короче, что я вам хочу сказать. Я замерзла на улице плюс 26, а дома холодина у нас. Холодина дома. Сейчас попью кофе. Попила кефир и замерзла. Ладно, кефир на ночь. Хотя сейчас уже ночь 11. 11, да, по-моему, с 5-11. Короче, что я хочу сказать о моем канале Иричкин Влог, который я пока временно... Сейчас намажу здесь. Пока временно его скрыла. Дело в том, что есть такое слово, как теневой бан. Да, и вот мой канал, скорее всего, попал в теневой бан. И почему он попал? Канал уже ведется как 3 года, но рекомендаций у меня там практически нет. Вот. Потому что я его сгубила на взаимных подписках. Вот. Это... Вот. Кто начинает каналы, ни в коем случае нельзя взаимно... Ну, как? Подписываться. Вот. Ну, на старте там можно. Конечно, еще я пользовалась такими сайтами, ну, которые, например, я просматривала видео, и они мои видео просматривали. Вот. И, скорее всего, это повлияло, что мой канал не продвигается. Да, рекомендованные практически не попадают. Вот. Если не попадают рекомендованные, никто его, как бы, не смотрит. Я имею в виду подписки очень медленно идут, очень медленно. Призывать я не люблю, как бы, так. Ну, как могу призывала, но считаю, кому интересно будет, он и так будет смотреть, что его призывать, да? Так. Кофе, кофе. Где кофе? А, кофе здесь. Вот он. Так. Сейчас я поставлю. Что-то... Сейчас работаю прям с двух телефонов. На одном пока грузится. Так что, YouTube, конечно, я не брошу, хотя там начались очень... Такие ребята... Теперь стакан потеряла. Да что ж такое-то? Вот же он тут стоял. Уже вынесла. Ой... Чем старше возраст, тем теперь ложку потеряла. Уже ложечку брала. Так, сразу сейчас, ребята, поставлю молоко, чтобы не ходить. Ой, оно еще и не пробитое. Ладно. Так, и о чем я... А, сейчас на YouTube вообще такие интересные вещи же творятся. Я не имею в виду. Потеряю. Заклакируют Россию. Мне так кажется. Потому что у меня-то в основном тоже, знаете, процент просмотров был же. Россия на первом месте. Вот. Я смотрю Россию, меня Россия смотрит. Потом идет Казахстан. Потом идет Украина. Немножко Германия. Что еще? Какие меня страны еще смотрят? По-моему, даже Индия была. Так, вот такой вот. Что-то я крутой, да, сделала. Я пью на ночь кофе, представляете? Так, ребят, ну я же не просто так хочу попить кофе. Я же хочу что-нибудь пожевать. Маслица, например. Вот к этой камере не привыкла. Вернее, я раньше на нее снимала, нормально было. Так, маслица, вот я не знаю, с теми сухариками. Но там у меня сухарики лежат. Или с хлебушком все-таки. Я с хлебом не хочу. Так. Опять выставлю. Вот так. Видно меня? Нет будет. Думаю, что будет видно. По крайней мере, я согреюсь. Пока лежала на кровати. Замерзла. Помягче сухарь никак, да, не уберешь. Это мои остатки, которые не получились пирога. Короче, сама я загубила с этими дрожжами. Дрожжами. Свежих не купила. Лежали, которые у меня там по годам. Вот я их использовала. У меня тесто не поднялось. Но тесто вкусное. Зуб сломаешь. Я имею ввиду, что оно сладкое. Вот такое. Короче, вкусные сухарики. Сухариками вкусно получилось. Много сухарики не видно. Лубу сломаешь. Нет. Ну, знаете, как сделать сейчас? Сейчас масло обратно положу. Вот так надо делать. Вот как. Совсем другое дело. Вот. И поэтому я создала новый канал. Бруссо. Написала свое имя. Имя. Фамилию. Посмотрим, что будем. А попозже я, возможно, открою этот канал. Он перезагрузится. Ну, скорее всего, ближе к зиме. Еще я его часто переименовывала. Первым, по-моему, я назвался Обжорка 50+. Потом он там Ирина Лайф. Ну, короче, сто раз я его переименовывала. На году раз пять, наверное. Забыла макнуть. Окошко надо выкинуть. Тут у меня еще варенье вишневое стоит. Кстати, без косточек. Завтра я буду дома. Должны внуков принести. Хорошо, что свои зубы еще. А их надо беречь. Свои зубки. А я в папу пошла. У него папы никогда не было вставных зубов. У него сейчас в этом году исполняется 81. У него все свои зубы. Ну, правда, их мало, но вставных нет. Надеюсь, я в него. У ребят, согрелась. Кстати, это миф, что от кофе спать не хочется. Наоборот, кофе еще больше склонит в сон. А я часто как бы так пробовала. Ой, забываю, что это. Надо помочить. масло обалденное. Масло обалденное. Масло обалденное. Свою любимое взяла. кулундинское. Кулундинское. Хотя, говорят, уже нету там масла кулундинского. Одно название осталось. Вот. хорошо, что сухарик стало кушать. Орехли. Орехли. Спать хочу. Заградки закрываются. Там одно видео еще грузится у меня. Ужин. Что такое найти? Немножко подгорели, кстати. Я только сейчас заметила. У меня пацаны внуки хорошо таскали. Кушали, любят. Что-нибудь такое потаскать. Да. Были печеньки, печенюшки. Они в брюлете. Много не забыть фарш вытащить. Пельмешки им настряпаю. Внучкам своим. И опорочка. Потушу картошку. Хочу такую картошку полужидкую. С морковкой, с зеленью. Тушу мне короче опорочка. Это мясо. Масло. Посмотрим. В кофе насыпались. Вот эти. Красивые. Ммм. А можно же просто сыпать в кофе. Они не тают. посыпушки. Ммм. Сегодня давали на даче воду пробно. у меня муж ездил и поливал. Даже успел набрать бак. Так что завтра не сможем поехать на дачу, а в течение поедем досаживать, чего я не досадила. масло. Ну, в принципе, а, сегодня пятница тринадцать. Все, еще кусочек масла. Обожаю масло. И как я его не любила по утрам. Вообще, как меня папа всегда заставлял съесть масло. А у меня тошнило от него. Я не знаю. Я, наверное, завтракать. Даже не помню, когда начала завтракать. Наверное, за сорок пять, когда мне стукнуло. Я не могла завтракать. А кассу надо было завтракать. Потому что я нарушила то, что я не завтракала. Я нарушила свою поджелудочную. И она стала переваривать сама себя. Надо было себя заставлять завтракать. Просто выбрать подходящий завтрак, который бы хотелось кушать. А я тогда каши не любила. Масло не любила. Жирное. Мне все казалось. Я была худая. Пятьдесятка. КГ. А сейчас тридцать плюс. Ну, короче, последний раз взвешивалась на электронных весах в одежде. На складе там у нас. И вообще сказал минус пять отними. Короче, сейчас где-то восемьдесят три килограмма. А зимой была восемьдесят пять, восемьдесят шесть. Да и до девяносто доходила. когда особенно ела много жирного, потом много пила. Отеки вот это все. Ну, зима всегда толстее. Сейчас более активные. Потому, что дача есть дача. И, кстати, кефир. Так, сейчас выпью уже в двенадцать. Закрываем. Идем спать. Всем спокойной ночи. Пока-пока.